И в продолжение темы. Как сообщалось ранее, ненецкая фармация закупила 100 тысяч одноразовых медицинских масок. Средства индивидуальной защиты доступны в торговой сети общества, а до 21 мая маски поступят во все аптеки и аптечные пункты отдаленных населенных пунктов округа. Наталья Дулькина продолжит тему. Субтитры создавал DimaTorzok Первая партия в 50 тысяч штук. Следующая партия, оставшиеся 50 тысяч масок у нас поступят в среду. На сегодняшний день в продаже по всем аптекам города и аптечным пунктам города у нас маски есть в продаже. Цена одной маски 37 рублей. Многоразовые маски тоже есть в продаже. Заключен у нас договор на поставку их с ИП и Волга. Маски по цене 210 рублей. Тоже имеются в продаже по всем аптекам нашего города и по двум аптечным пунктам города. На сегодняшний день горожане уже привыкли использовать в повседневной жизни медицинские маски. Как говорится, профилактика – лучшее средство защиты. Появились маски так. Я вот купила одну, да при утюгом, вы видите, и сказали многоразовая, прогладила, а она у меня прилипла к утюгу. Ну вот пока хожу в ней. Надо за новой зайти маской. Я просто куда захожу, на улицу можно не носить. Я как медработник тоже информацию-то слушаю. Ветер все-таки продувает, да? А куда-то зашли, нужно масочный. Ну у нас сегодня в Вестях объявили еще три случая, поэтому лучше профилактикой заняться, чем потом какие-то последствия. Использовать медицинскую маску нужно правильно. Она должна плотно сидеть на лице без щелей, открывающих доступ к вирусам. Для лучшего прилегания можно отрегулировать маску в районе носа при помощи встроенного фиксатора. Не следует трогать маску грязными руками. Также надо понимать, если маска одноразовая, повторно ее использовать категорически запрещено. Сняли и сразу же выбросили.